Итак, 15-й рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси подошел к своей кульминации. В эти минуты на льду Чижовка-арены решается судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команды президента Беларуси и сборная России. Игра началась впечатляюще. Уже на первой минуте дружина главы государства дважды поразила ворота соперников. За происходящим следит мой коллега Евгений Горин. Он на прямой связи со студией. Женя, добрый вечер. Вам слово. Илона, добрый вечер. Есть как минимум две причины, почему сегодня на льду Чижовка-арены так жарко. Во-первых, команда президента Беларуси и российская сборная – это традиционно самые сильные соперники рождественского турнира. А во-вторых, это 15-й юбилейный турнир, поэтому главный трофей турнира чуть-чуть престижнее считается. За время проведения соревнований в финале рождественского турнира Беларусь и Россия встретились уже в 12-й раз. Традиционно Беларусь представляет хоккейная команда президента. 11 раз она завоевывала кубок и всего три раза становилась серебряным призером. Ниже этого результата просто нет. Это говорит о многом. На текущий момент идет третий период. Стартовую 20-ти минутку встречи на льду Чижовка-арены. Хозяева начали очень активно. Белорусские хоккеисты достаточно быстро забросили первые две шайбы, а потом еще одну. Гостям так и не удалось удачно атаковать ворота. Итог первого тайма 3-0. Во втором периоде россияне выжидали и даже успели пропустить одну шайбу, а затем забросили в наши вороты. И счет стал 4-1, а потом 4-2. Еще одна шайба, но это не сильно помогло. Белорусы забросили впоследствии еще две, а затем еще одну, седьмую. И это сделал Александр Лукашенко. Итог второго периода 7-3, а сейчас идет третий. И счет 7-4. И я предлагаю посмотреть самые острые голевые моменты этого матча. Кольцовок и тот не промахнулся. А затем Андрей Глебов сделал пас Александру Лукашенко и тот бросил низом. Именно голкипер отбить шайбу не сумел. Заряжены были сильно мы. А они, наверное, еще как бы не проснулись. Но потом они вроде вкатились и уже почетче игра пошла. Надо уже все равно. Пасек у них ходит хорошо. Так что это расслабляться не стоит. Мы будем побеждать потихонечку. Стараться не упустить момента и забить еще голы. И порадовать зрителя. Я уже сюда приезжаю раз третий-четвертый, наверное. Первый раз такого тура и турнира. Вот по мне. Ну, по крайней мере, потому что мы играем с финнами, с ловаками, с свейцарцами. Все три игры были очень такие тяжелые. То есть не расслаблялись ни на секунду. Турнир очень хороший. Российские хоккеисты – одни из сильнейших игроков Рождественского. Они трижды завоевывали кубок. Последний раз в 2015-м. Давненько. Поэтому были настроены на активную атаку. Приведу один пример. В первом матче команда России обыграла команду «Балкан» с разгромным счетом 19-1. Сборная может похвастаться сильным составом игроков, которые в свое время или выступали в составах высшей лиги, или Кахэл, или Анхэл. Это дружина постоянной участник всероссийских любительских игр. Поэтому схватка идет очень напряженно и зрелищно. Ну и вот такой хоккей действительно продлевает спортивную жизнь многим игрокам и мотивирует молодежь становиться на коньки, брать в руки клюшки. Давайте узнаем, какие эмоции испытывают зрители на этом турнире. Уже третий год. Приходим на финал всегда с удовольствием. Надеемся на победу нашей сборной. Вот маленькие, постоянные спуты, но в первый раз будем болеть, переживать. Первое место. Хорошее ощущение. Болеем за нас. Разрывной счет. Да, как думаете, с каким счетом «Голоруссия» играет? 12-2. Нравится. Хоккей – это все-таки мужская игра для настоящих мужчин, да, сына? Нет. Он такой суровый уже с мальства будет хорошим хоккейистом у нас. Сегодня же завершились 23-е республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба». В финале победила команда «Грифоны». Со счетом 10-3 она обыграла соперников из «Сокола». Ну, а здесь сейчас на льду Чижовка-арены идет третий период встречи. Команда президента Беларуси и России. Счет 7-4 выигрывает Беларусь. До конца третьего периода остается 8 минут. Болеем за наших. В Чижовке-арене очень жарко. Ни одна из команд не хочет уступать в этом поединке. Команда президента Беларуси и сборной России. До конца третьего периода остается буквально одна минута. Счет 8-5 в пользу Беларуси. Смею предположить, что наверняка мы знаем победителя этой игры. Отыграться россиянам вряд ли удастся. Но, тем не менее, действительно еще 50 секунд до конца, до финальной сирены. Ожидается, что сегодня после окончания встречи команда президента Беларуси и сборной России состоится церемония закрытия 15-го рождественского турнира. И в том числе награждение победителей республиканского турнира «Золотая шайба». 20 секунд до конца третьего периода. Счет по-прежнему 8-5. Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы знаем победителя 15-го рождественского турнира. Это команда президента Беларуси. Ну, отмечу, что в этом году обошлось без булиток. Илона. Спасибо, Женя. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Горин. Спасибо.